Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Господи, слава Тебе. Благослови, Владыка. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Великий дивен Господь в делах Своих. Благодарю Тебя, Господи, яко насытилась и над земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дай я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Евангелие от Луки. Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто имя Имзакхей, начальник Мэйтарии, человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорить, что он зашел к человеку грешному. Закхей же встал, сказав Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого с чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». «Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Когда же они слушали это, принц его купил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие». Итак, сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе Царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив Царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, заверну в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибытком, с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагам же, моих тех врагов, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними-то, приведите их сюда и избейте передо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифаге и Вифании, горе, называемой Леонскою, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите». И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» А они отвечали, «Он надобен Господу». «И привели его к Иисусу, и, накинува одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Леонской, все множество учеников начало в радости вели глаз ославить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, «Благословен царь грядущего имя Господня, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказывай вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, «О, если бы ты, хотя в сей день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих. Говоря им, «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили. Что бы сделать с ним? Потому что весь народ неотступно слушал Иисуса. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Царю небесный, утешитель души истинной, и живи везде, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як Он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Господи, за прошедший день. Сколь много милостей Ты являл нам. Слава Тебе. Ты благословил наш труд и сделал его полезным и безопасным. Хвала Тебе, Господи. Ты посылал помощников, наставников и советников. Хвала Тебе, Боже наш. Милости Твоей, Господи, полна земля. И пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам. И всем возвести от Твоей великой любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Нем не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Евангелие от Луки, 20 глава. В один из тех дней, когда Иисус учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами. И сказали ему, скажи нам, какую властью ты делаешь, или кто дал тебе власть сию? Он сказал им в ответ, спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанново с небес было или от человеков? А они же, рассуждая между собой, говорили, если, скажем, с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему? А если, скажем, от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. И Иисус сказал им, и я не скажу вам, какую властью это делаю. И начал он говорить народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов от виноградника. Но виноградаря, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но и они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того издраня выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся? Но виноградарю, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И выведя его из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградник? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет. Но он, взглянув на них, сказал, что значит все написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавят. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки. Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Иисус эту притчу. И наблюдали за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно не нам давать подать кесарю или нет? Он же уразумел лукавство и сказал им, что вы меня искушаете. Покажите мне, Динарий, чье на нем изображение и надпись. А они отвечали, кесарево. Он сказал им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. И не могли уловить его в слове перед народом. И, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его, учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имеющий жену, умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий также, и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. И Иисус сказал им в ответ, «Чадо века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресенья из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресенья. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали, «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать Иисуса ни о чем. А он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов. А сам Давид говорит в книге псалмов, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножа ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах, и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах, и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов, и лицемерно долго молятся, они примут, тем больше осуждения». Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй милости Твоей ради. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих и злать беззаконие мои. Многратно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возобил истину в сердце, и внутрь меня вил мне мудрость Твою. Окропи меня, и с сопом буду чист, а мой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изглать все беззаконие мои. Сердце чистое сотворило мне Божий, Дух правый обновил внутри меня. Не отверги меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владыщественным утверди меня. Но учу беззаконных путям Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божьего, Божьего спасения моего. Язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои взятят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – Дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Божие. О благодетельстве, Господи, по благоволению Твоему Сион воздвиги стены Иерусалима. Тогда благогоду была Тебе жертва правды возношения всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарю Тебя, мой Господь. Благослови этих детей, сохрани их от всякого рода зла и греха. Запечатлей их Твоим благословением, дабы были добрыми проповедниками, миссионерами, было послушание родителям, сохрани их, Господи, чтобы родители учили их Божественному, Вечному. Господи, саделай, чтобы они никакого зла здесь не видели. Освяти их души Твоим присутствием. Слава Тебе, наш Господь! Хвала Тебе! Аллилуйя! Прости нас, Господи, помилуй и благослови. Добрый вечер! Аллилуйя!